В 1961 году три американских ученых-физика, Найсли, Москау и Пеннингтон, сидели и разглядывали в изготовленный ими длиннофокусный микроскоп человеческий глаз. Они через зрачок сфокусировались на мельчайших сосудах сетчатки, сбоку дали подсветку, и физикам впервые в истории науки удалось заглянуть внутрь сосуда человека и увидеть, как по сосуду течет кровь. Что же увидели физики? Они увидели стенки сосуда и красные, белые кровяные тельца. Все это текло, все снимали на пленку. В один из понедельников посадили очередного клиента, глянули ему в глаз и ахнули. У человека по крови гуляли тромбы, сгустки, склейки эритроцитов, красных кровяных телец. Причем в этих тромбах они насчитывали по 5, 10, 40, 400, до 1000 штук. Они их образно назвали виноградные гроздья. Физики перепугались, а человек сидит вроде ничего. У второго, третьего нормально, у четвертого опять тромбы. Начали выяснять и выяснили. Эти двое накануне пили. Тут же физики совершили варварский эксперимент. Трезвому человеку, у которого было все нормально, дали кружку пива. Он высосал это пиво, и через 15 минут в крови бывшего трезвого человека побежали алкогольные склейки эритроцитов. Физики решили, что они совершили величайшее научное открытие. Напрямую доказали, что не только в пробирке алкоголь сворачивает кровь. Это известно. В пробирочку с кровью капается водка, прям хлопьями сразу кровь сворачивается. Оказывается, в сосудах алкоголь сворачивает кровь. Но на всякий случай физики полезли в медицинскую литературу и с изумлением обнаружили, что медицина 300 лет диагностирует алкоголь как наркотический протоплазматический яд. Попадая в кровь, он повреждает эритроциты. Он снимает с эритроцитов слабый отрицательный заряд. И они вместо того, чтобы отталкиваться, начинают слепаться. Но если для больших сосудов, в руке, в ноге, эта склейка может быть особой опасности и не представляет. Но разве что у людей, которые долгие годы употребляют алкоголь, характерный цвет лица и носа. У человека в носу очень много мелких сосудов. И они ветвятся. И когда к месту разветвления сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, сосудик раздувается, отмирает. И такой синий-фиолетовый цвет нос приобретает. Иногда у алкоголиков можно даже увидеть сеточку отмерших сосудов на лице. Обратите внимание. Но в голове у всех, в том числе у детей, которых для забавы травят алкоголем, ситуация происходит совершенно одинаковая. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрон, она обозначается условно треугольником с точкой, каждую нервную клеточку нейрон питает кровью свой микрокапилляр. Микрокапилляр настолько тоненький, что для нормального питания данного нейрона эритроциты могут протискиваться только в один ряд. Так вот, когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрон у человека навсегда безвозвратно погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину – сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они всегда удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом он жить мог. Таким образом, алкоголь – это самое мощнейшее средство, чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянство, это значит лишить разума и весь народ, и превратить людей из людей мыслящих, творческих, вперед, Богу нацеленных, просто в двуногое рабочее стадо, с единственной мыслью кое-как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Почему человек от алкоголя дуреет? Вопрос не праздный. Пьяницы, они поэты, они говорят, мы хмелеем, мы пьянеем, слов-то каких-то понапридумывали. Но мы-то трезвые люди видим. Человек от алкоголя самым натуральным образом дуреет. Пришел нормальный человек, стакан заглотил – окосил, второй стакан заглотил – поднялся, орать руками махать начал, третий стакан заглотил – вот тут уж не знаем. То ли с вилкой набросится, то ли спать упадет. Что происходит? Почему человек от алкоголя дуреет? Я, когда был совсем молодой, примерно такой же, как и вы, только закончил физмат-школу, поступил на первый курс университета, и нас вдруг вечером собрали в красный уголок. И перед нами выступал лектор из общества по распространению. Солидный дядя в галстуке целый час нам читал лекцию, что с чем пить можно, а чего нельзя, что мешается, что не мешается, чем закусывать, как тосты произносить. В общем, всю так называемую культуру употребления этого самого опасного на земле наркотика, алкоголя, нам, 17-летним, он докладывал. К сожалению, многое мы уже и без него знали, и у нас все прошло гладко. А в соседнее общежитие пришел молодой распространитель, и вот он эту лапшу алкогольную вешал-вешал на уши, а один парень, мой земляк из Рубцовки, он говорит, да ладно, бросьте, вы лучше нам на пальцах объясните, вот почему человек от алкоголя дуреет. А он так оскорбился, ну что вы, ну зачем так грубо дуреет. Ну, конечно, если он некультурно напьется, да неумеренно. А я, говорит, вообще-то и не знаю. Но у меня есть идея. Наверное, у человека в голове есть дурость. И вот он алкоголенно пьется, дурость с него выходит, он дуреет, а проспится-то он умнее становится, дурость-то с него повыходила. Ну, похохотали и мы над его наивностью. А что же происходит на самом деле? Никакой дурости у человека в голове нет. Все происходит банально просто. Человек в силу невежества заливает внутрь себя алкоголь, содержащую жижу. Пиво, вино, водка, сконьяк, шампанское, мар, разницы нет никакой. Спирт всасывается в кровь, повреждает, склеивает эритроциты. Эти склейки с кровотоком идут в мозг, закупоривают клетки мозга. Клетки мозга начинают кислородно голодать. Клетки мозга начинают в массовом порядке погибать. Нормальная работа коры головного мозга нарушается. И человек поэтому дуреет. Причем процесс алкогольного одурения у разных людей протекает по-разному. У одних в первую очередь разрушается затылочная часть, вестибулярный аппарат. Этих вот так болтает. У вторых разрушается нравственный центр. Про этих говорят, это он пьяный сделал, трезвый бы никогда. Так все понятно. Человек под действием алкоголя становится сумасшедшим. Сумасшедшим. У него клетки, отмечки контролирующие поведение, убиваются алкоголем. У третьих людей разрушается память. Медицина знает тысячи примеров, когда наутро пьяница не может вспомнить, где был, что делал, с кем пил. У него вместо этих клеточек, которые должны были запомнить вчерашний день, рубец палец толщиной. Владимир Высоцкий в 42 года погиб от алкогольных, табачных и наркотических отравлений. Он эту проблему знал лучше всех нас вместе взятых. И в одной из ранних песен написал «Ах, где был я вчера, не найду днем с огнем, только помню, что стенки с обоями. Все клеточки за вчерашний день поубивал, а две чудом остались живы. Запомнили, стенки-то там, оказывается, были с обоями». Что же происходит с этими убитыми клетками? Это клетки, человеческая ткань. Температура под черепом 36 градусов. Эти клетки начинают гнить и разлагаться. И вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили, весь мозг и не убили человека, организм вынужденно закачивает под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит клещами пьяницу голову с похмелья. Эта жидкость растворяет убитые клетки и наутро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому, уважаемые ребята, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот наутро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Причем много пива выпил, много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил, мало мозгов в унитаз сольешь. Но сольешь в любом случае, потому как такова наркотическая природа этого яда – алкоголь.